Шарик Вообще-то мне некогда, я новый контент снимаю Улыбайся, Матроскин, ты в кадре Добрый день Все детей котиков, вы эту чебурашку снимаете? Слабоватые информацию подают Вот, сегодняшний номер сельского оракула Из лаборатории сбежало редчайшее животное Когтеногий зубокрыс Он выкрал велосипед и скрылся в неизвестном направлении Когтик что? Дядя Печкин, такого животного не существует Это у вас в учебниках не существует? А в реальном мире чего только нет Это говорю вам я и тысяча подписчиков оракула Учитесь, молодежь Тысяча подписчиков Не расстраивайся, Шарик У тебя в блоге прикольные фотографии и видео А главное, никакой неправды И никаких интересных историй Ну, ничего Я такую новость найду, что все подписчики оракула моими станут Альбом Вере Павловне купи А? Здорово, Шарик А? Чего высматриваешь? Истории ищу Сенсация во как нужна У нас в Бавруське, знаешь, как говорят Если что-то нужно, сделай это сам Как же я раньше не догадался Простоквашина Простоквашина обнаружены следы недавно сбежавшего зуба крыса Его укус Крайне опасен Сначала у пострадавшего пропадает интерес к велосипедам Затем отрастают когти А потом забывается человеческая речь Будьте бдительны и осторожны Пятьсот новых подписчиков и тысяча лайков за полчаса Вот она, Слава Шарик, нехорошо строить популярность на обмане А я никого не обманывал Может, у меня воображение хорошее Внимание всем простоквашинцам Пользуйтесь средствами защиты от укусов зубокрыса Перчатками, резиновыми сапогами И не выходите из дома без лишней надобности Да, Шарик, ну ты балбес Сейчас во всей деревне паника начнется Матроскин, ты прав, Шарик, надо снять опровержение Как будто я виноват, что Печкин такой впечатлительный И альбом Веры Павловне купи, фантазер Что? Тысяча лайков за полчаса Вот это хайп Лучшие блогеры страны имеют чего Ай-яй! Зуб! Кажется, зуб повредил Давай я посмотрю Ты чего? Страна ждет моих историй Пока, бобер Странный какой-то Только чудо спасло меня от ядовитого укуса Напоминаю, зубокрыс на свободе Простоквашина очень опасна Не приезжайте Ой-ой-ой Шарик, тебя опровержение дать просили, а ты что? Я же сказал, не приезжайте Значит, никто не приедет Вы чего стоите? Бежать надо! Зверокрыс уже близко! Дядя Печкин, успокойтесь, нет никакого Так, срочно в город уезжаем Не позволю тут со всякими зверокрысами оставаться По машинам! Да, Шарик, ты не балбес Ты фантастический балбес Шарик, надо рассказать правду Пока нас в город не увезли насовсем Тама-тама! Отпустите! Я не поеду! Тут мои коровки! Стойте, стойте! Нет никакого зверокрыса Это я все сам придумал Ради лайков Шарик! Мяу! Уезжайте! А-а-а-а! Это зубокрыс! Я его по зубам узнал! Теперь каждый сам за себя! А-а-а-а! А чё этот такой нервный? Тоже зуб болит? Уважаемые подписчики, я вам соврал Никакого зверокрыса Шарик! Это он! Зубокрыс сзади! Вот теперь у тебя точно и лайки и подписки взлетят до небес! Выгружай, дядя Федор! Все-таки альбом, Верипал, не купить надо Угу, вот только когда почта теперь заработает Неизвестно Выходите, Игорь Иванович Я не выйду, пока спасатели не приедут Безопасность превыше всего! Ницше сказал Шарик! Никакой не балбес! Я ведь уже давно на канал подписался Чтобы новые серии не пропускать И ты скорее жми на кнопку Чтобы стать нашим лучшим другом Помощник слушает Сколько языков существует на земле? На земле насчитывается 7174 языка Вера Павловна, чего ты хочешь? Нет! О! Нет! Я не понимаю, чего ты хочешь? О! Кажется, я знаю, кто нам поможет Тама, нужна твоя помощь! Тебе нужна, а мне нужнее, дядя Федор Но мы же с ремонтом конвейера еще не закончили Я на минутку, Матроскин Не могу понять, чего хочет Вера Павловна Был бы переводчик с детского языка Хорошо, что я своих коровок без всяких переводчиков понимаю Держи, Гаврюша, твой любимый Задайте фразу для перевода Какой смешной голос Ух ты! Работает! Все это, конечно, замечательно, но конвейер сам себя не починит Мохнатый бачок, не правда ли? А давайте весело прыгать Прыгать? Но Вера Павловна не умеет Поэтому и просит попрыгать вместе с ней Ух! Видишь, как ей весело Не отставай, дядя Федор Ну да, чем бы дитя не тешилось, лишь бы по хозяйству не помогать Еще и Гаврюшу приобщили, сам бы он до такого не додумался Кхе-хе-хе-хе-хе-хе Хи-хе-хе-хе Побежали вокруг дерева Побежали вокруг дерева ПОБЕЗДА Давайте закапывать вкусняшки Давайте ловить бабочек А теперь поваляемся в грязи Что-то не похоже, что Вера Павловна этого правда хочет Так переводчик же перевел Все лучшее для Веры Павловны Гаврюша, ищи Ты пахнешь, как ромашки Проведем эксперимент Вера Павловна, скажи что-нибудь Гаврюша, голос Эх, какие же у тебя золотые лапы, Тама Если б не ты, у меня уже все молоко бы скисло Тама, Тама Опять этот лопух Кто? Я? Да, Вера Павловна, не ожидал я от тебя такого Это все дурное влияние шарика Матроскин, переводчик переводит Гаврюшу, а не Веру Павловну Гаврюшенька, миленький, ну как же так Я тебя люблю, кормлю, а ты меня лопухом обзываешь? Тебя очень люблю Лопух не люблю Все-таки работает эта штуковина Работает, но не так, как хотелось бы Видимо, чтобы Веру Павловну понять Придется ждать, когда она говорить научится Эх Дядя Федор, не грусти Вот тебе тыквенный пирог, он настроение подымает Ты б ему еще пирог из огурцов предложил Держи, дядя Федор, абрикосовое варенье Полноценный источник радости Ох Да ты Да вроде похож А волосы почему зеленые? Ах, спасибо, Вера Павловна Ох Я понял, в чем дело Мы тоже поняли А что мы поняли? Что Вера Павловна цвета не различает Да нет же У нее оранжевая краска закончилась Она же мне это столько раз говорила Только без слов Сейчас, Вера Павловна Вот дядя Федор А тебе зеленый цвет волос Идет Продукты мои фермерские Не трожь Признавай поражение Брысь С моего черн... Онлайн-магазина Сам брысь Из моей блогерской студии А вот и завтрак Самое время сесть за стол переговоров Ну правда Хватит уже из-за чердака ссориться Поделите его поровну Рагу не сдается мой старый чердак И бутербродами своими неправильными Сами завтракайте Мы еще посмотрим кто кого Ложись И сколько это будет продолжаться? Добавь Мы уже все перепробовали Даже бутерброды Я их такими никогда не видел Не знаю что делать Может само все уляжется Скорее отвалятся И кто в нашем доме за порядком следить будет? В доме за порядком обычно домовой следит А вот на домового ответственность Перекладывать не надо Сами разберитесь Все мы в парк К вечеру конфликт должен быть улажен Как улаживать будем? Прием, прием Домовой за порядком следит У меня есть мысль Получай! Операция домовой начинается Начинается Довольно! Кто осмелился устраивать бардак на моем чердаке? Ой! Кто здесь? Я домовой и беспорядок не потерплю Освободить тяжелую площадь немедленно! Это незаконное выселение У меня еще бабушка тут жила Ах так? Меня не слушатся Ну держитесь Что? Я не готов выселяться Я еще популярным блогером не стал Да никому я свой чердак не отдам Чего это он твой? Мой! Мы теперь оба без нашего чердака можем остаться Тут действовать надо Мы наш чердак не отдадим Круто ты, пап, с домовым придумал Думаешь, они нас не рассекретят? Я инженер У меня все продумано А почему домовой голосом папа разговаривает? Шарик, ты балбес! Ну вот, скоро мама приедет А у нас и тишина, и порядок А-а-а! Сейчас мы ему покажем! Ой! О-о! Ух ты! А что происходит? Ловить его будем! На муке следы видно Я в детективном сериале видел Посторонись! Вот это да! Давай стремянку сюда, дядь Федор Зачем? Скрытые камеры повесим Быстро вычислим, где этот домовой прячется Крепче приколачивай У меня камера тяжелая И самое важное Отвар из лука Из старых тапочек Он дымовых в гипноз вводит Это мне бабушка в детстве рассказывала С вами говорит домовой Теперь вся квартира моя Убирайтесь с моей жилплощади! Ай! Это не мы Это домовой Эх, я сразу знал, что это неправда Домовые в городе не живут Они, как и я, деревню любят Просто мы не знали, как вас примирить поскорее А нам этого очень хотелось И у вас получилось Дорогая, докладываю Операция домовой завершена Уборка тоже почти Мы пришли к мирному соглашению И теперь на чердаке будет магазин Матроскина Я возражаю У нас на чердаке будет студия Шарика А я, как благородный блогер Уступаю место для дурацкого магазина Не-не-не, там будет бесполезная студия Нет, там будет никому не нужный магазин На тебе, получай, мой чердак Да у меня еще прадедушка тут жил Ах, перемирие было недолгим Не волнуйся, дорогая Я люстру крепко прикрутил Уф, ну и жарищ, а? Шарик, ты почему читаешь? А что же мне остается, если ты у меня телефон отобрал? Я сказал чердак разбирать, а не бездельничать Так я и разбираю Вот тут в книжке пишут про волшебный цветок Тот, кто его найдет, получит суперспособности Эх, был бы у меня такой цветок Я бы те завалы одной левой разобрал Балбистый шарик Волшебных цветов не бывает Бывает, просто никто про них не знает Книга-то вон где валялась Это ты здесь без дела валяешься Некогда мне с тобой спорить Чердак убери! Да ты просто боишься, что я прав Что? Ладно, шарик Если ты этот волшебный цветок найдешь Я тебе дам... Неделю отпуска Нет, две Да хоть три Но если выиграю я То ты не только чердак разберешь Но ты и грядки прополешь Идет Ты посмотри Ну лишь бы не работать, а? Ой, не знаю, Матроскин Шарик даже обед пропустил Такого раньше не было А давай мы ему поможем этот цветок найти Правильно ты, дядя Фёдор, говоришь А то кто мне чердак разбирать будет? Только его поволшебней бы надо сделать Девчонки, поможете? Голчонок, ты давай лети Здрасте Явился, не запылился Матроскин А ведь я выиграл Поздравляю Вот твой приз Эй, мы так не договаривались Я волшебный цветок нашел У меня теперь суперспособность есть Знаю, знаю Ты теперь супербалбес Да я сейчас эту посуду силой мысли В раковину перенесу Эй, ой Да Значит, суперспособность у меня другая Какая-то Волшебный цветок Дай мне силу Я невидимка Шарик, я тебя вижу Я суперсильный Ой Ай Я умею ходить сквозь стены У меня железные лапы Матроскин, он же не успокоится, пока не найдет эту свою суперспособность Да нет у него никаких суперспособностей, дядя Фёдор Ну, значит, нету Поздравляю, Матроскин, ты выиграл Ну, ладно Грядки можешь завтра сделать Ну, только хватит уже в облаках летать Летать? Точно Я же ещё и летать не пробовал Вот он А, Рик, а ну слезай оттуда И не подумаю Я свою суперспособность нашёл И всем докажу, что летать умею Я за матрасом А, Рик, рождённый гявкать летать не может Матроскин, не мешай Ага Волшебный цветок Дай мне силу Нет Я лечу Лечу Батроскин, ты видел? Вот она, моя суперспособность Теперь-то ты признаёшь, что я выиграл Ладно, Шарик Ты выиграл Ура! О нет Как же я теперь летать буду? Матроскин, пятушки почеши, а? Да нет У тебя никаких суперспособностей Ну вот, готово У тебя просто руль разболтался Спасибо, дядя Фёдор Ты такой классный Классный? Упс Здорово, дядя Фёдор Я тебе гостинцев привёз Спасибо, Шарик Да Матроскин интернет теперь только по выходным включает А мне выходных не даёт Да, я думаю, у тебя пока поживу А интернетов в какой комнате у тебя больше, а? Дядя Фёдор, ты куда? Я же тебе штаны ещё привёз Твои любимые Матроскин их зашил Спасибо, Шарик Ого, дядя Фёдор Как же ты так штаны порвал? Ну, я уже и не помню Так я же на видео всё снял Сейчас покажу Шарик, стой Внимание Сейчас будет трюк Ой Я заснял Я заснял Вот это прыжок Это ещё что Вот я помню, как он на дерево залез И тут А пойдёмте лучше чай пить Ты же с дороги Устал, наверное Проголодался Это можно А то я сегодня одни пирожки ел С капустой О, а это что за девочка? Наверное, вполне не похоже Это не девочка Это я в детстве О, можно посмотреть? Нет, то есть, да Но там ничего интересного А тут печенье вот с миндалём, с кокосом С картоном Враг побеждён Подожди Это что, каша? Классный костюм А что за песенка? Дядь Фёдор, а почему Это жмей А свинки Они хрю-хрю-хрю говорят Такой маленький Смотри, как Дядь Фёдор мы не досмотрели ещё Да, там ещё столько фотографий Это было последнее И вообще Чай стынет А мне ещё уроки делать Переходный возраст Очень больно Нет, ни капельки Вот у нас простоквашина На него постоянно всё падает Книги это ещё что? Вот однажды он Не надо, Шарик, я сам А ты чего такой? Не в настроении? Не с той лапы встал, да? Шарик, я с той лапы встал Могу хоть на руки встать Хопа! Ух ты! А ну, дай-ка я тоже попробую Хе-хе-хе Опа! Ап-ап-ап-ап-апаа! Хе-хе, классно! Ап-ап-ап, сальто-морталя! Ах так! Давайте! Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Видит блюда на столе Снимает крышку А там Пережаренные пироги Жуть какая Да, жуть Пироги Но знаешь, что еще страшнее? Вот представь Ночь Дядя Федор сидит за компьютером И А почему дядя Федор кричит нет? Фото не загрузилось Зарядка села Это же ужас, кошмар Шарик, ты хоть один фильм ужасов смотрел? Нет, а ты? И я нет А как же мы тогда дядя Федора к просмотру натренируем? Вот как пугать надо Не пугать, а тренировать Значит так Дядя Федор В фильмах ужасов нет ничего страшного Там грим, спецэффекты И все не по-настоящему Шарик Матроскин Галчонок Как же ты меня напугал? Мама Мама Алло У вас осталось 7 дней Успокойся, дядя Федор Дыши Это все не по-настоящему Этот сон Точный сон Ах! Шарик, ты балбес Я же говорил, веревку право надо тянуть А ты влево тянешь Все, я туда тяну Это ты неправильно тянешь Эй! Нет, ты! Из-за тебя у нас Мегнировна дергается Словно на морвейник села Запутался Ха-ха-ха Тут я не понял Мы же вроде пугали А он хохочет Может мы дядю Федора поломали И у него это Шарики за ролики заехали Я никогда не думал Что бояться может быть так смешно Спасибо вам, друзья У вас семь дней, чтобы забрать посылку Алло! Алло! Ха! Ну что, готовы встретиться с монстрами? Да! Вперед! Я не боюсь, я не боюсь, я не... Какой милый! Ха-ха-ха Что? Эй! Эй! Кошмар! Кто бобины перепутал? Это ты? Специально? Да вы кинчите это безобразие! Монстровский, это самый милый фильм про монстров, который я видел Смотрите, в сметане! Смотри! Ха-ха-ха 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 Не расстраивайся, Матроскин В следующем году поучаствуешь Нет, дядя Федор Пропустить главный фермерский конкурс Значит проиграть А я никогда его не проигрывал Кубком больше, кубком меньше Ставить все равно некуда Тут значит у них вот лужайка, тут веранда А вот знакомься, соседи наши Здорово, бобер! Это с кем ты разговариваешь? Капустку конкурсу готовлю Ей для роста новые впечатления нужны Сейчас как впечатлиться? И станет овощным великаном Что? Да ты ведь даже не фермер Я, между прочим, не только грызть умею Сейчас вот как конкурс выиграю и всем вам докажу Тьфу! Твоя кочерыжка ни за что не выиграет Не слушай, дядю Я в тебя верю Хорошенькая моя капусточка Матроскин, ну зачем ты так? Нет времени на любезности, дядя Фёдор Надо овощи увеличивать Только понять бы как Сейчас посмотрим Нет, тама-тама, я химикаты никогда не использую Ух ты Для овощного великана маловато Давай ещё Ой, а куда это Вера Павловна поползла? Эй, кто свет выключил? Моё сокровище, моя прелесть Ого, вот это тыква Матроскин, нам из-за твоей брюквы из дома не выйти Ничего, через веранду ходить будете И правда, Матроскин, надо срезать тыкву Конкурс ты уже точно выиграешь К чему этот деревенский конкурс, дядя Фёдор? Я теперь мировой рекорд побить хочу Только нам ещё подрасти надо Матроскин, отойди А то что? Ой-ой-ой Шарик, лопатой делу не поможешь Теперь нам ничто не помешает Шарик, лопатой делу не помешает Куда? А ну марш домой Дядя Фёдор, Шарик, нужно моих коровок домой вернуть, пока они далеко не ушли А мы с Шариком тоже уходим Что? Ну идите, со мной Вера Павловна и там и там останутся Нет Подумаешь, нам и вдвоём хорошо будет Мировой рекорд побьём На весь мир прославимся Ну а потом праздничный банкет закатим Да? Думаешь, чересчур? Ну ладно, ну просто бутерброды сделаем Ну и всех за одним столом соберём Только никто не придёт Ой Стойте, вернитесь, да не нужна мне эта... Матроскин! Сначала друзей совсем не было, а теперь вдвое больше стало Видали? А вы не верили Что я фермером могу стать? Поздравляю, Бобёр Тебя и твою капусту В следующем году тоже участвовать буду Мировой кабачёк выращу Ну уж нет Победа в следующем конкурсе За мной Ух, Матроскин, в этот раз давай без этих твоих овощей переростков. На, клюй на здоровье. Я не жадный, не то что некоторые полосатые личности. Вот почему Матроскин бензопилу не купит? Потому что необходимости нет, а топор есть. Если бы кое-кто деньги не тратил на кружки ненужные, то сам бы давно бензопилу купил. Между прочим, кружка бесплатная. Мне её банк подарил. И ещё это, как её, карту золотую. Шарик, кто ж так с картами-то обращается? На ней же кредитный лимит. Деньги. У меня есть деньги? Да, но если потратишь, их нужно будет вернуть. Так на сайте написано. Кружку мне подарили и вернуть не требуют. Так значит, и деньги на карте тоже подарок. Железная логика. Шарик, отдай карту, пока не разорил нас. Стой! Стой! Лимит уронишь! Кто там? Ха-ха-ха! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мне же банк подарил деньги Мы говорили тебе, что их не подарили Отдали в долг Теперь все вернуть надо По договору А денег у нас... Ну раз денег тю-тюй Значит опечатывать имущество Сейчас буду Тойте, может вы Обратно покупки заберете А коробку мою распечатаете? Покупки заберем все непременно А корова Сара и веранда Проценты за просрочку платежа И это все мое А имущество шарика Это лапы, уши и хвост Вот их и забирайте Матроскин, не горячись Дядя Печкин, мы все вернем Обещаем Если не вернете Опечатанное имущество Уйдет собственность в банку Так, а после обеда я у вас Конфеты конфисковывать буду Может мне у родителей попросить? Они точно помогут Даже не думай, дядя Федор Вдруг они тебя в город увезут Насовсем Не надо ничего просить Я в город поеду Лизовые собаки везде нужны Или переводчиком устроюсь С собачьего Шарик, не надо никуда выезжать Матроскин, ну скажи ему Не поминайте лихом А деньги я все отдам Матроскин, надо его остановить Я за телегой Вот, передайте банку Остальное я позже отдам Если вы в бега намылились То поспешу вас разочаровать У нас длинные руки Дядя Федорчкин, вот ваши проценты Шарик, не надо никуда уходить Стойте, подождите Это же ваши любимые вещи Ну, вы даете Я это Спасибо Спасибо, в карман не положишь Будешь на огороде отрабатывать Рубля не хватает Уважаемый клиент, танцуйте Вам за погашенный кредит Новую карту прислали И лимит увеличили А к ней термокружка И ручка шариковая Шариковая А ну, стой А расписаться в получении Вот тебе топор шариковый И вперед, шариковые проценты отрабатывать Наконец-то, дядя Федор В этом месяце расходов нет А все почему? Потому что мы экономили И один пакетик чая Три раза заваривали Просто шарик наш Ничего сломать не успел И даже от графика не отстал Шарик, у тебя что, совсем шарики за ролики заехали? А как мне по твоему графику все успевать? У меня четыре лапы, а не восемь Не кипятись, матроскин Все починим, уберем Десять литров молока сгубил Котел для кипячения эксклюзивный уничтожил Я, может, тоже эксклюзивный? А ты не ценишь Ты эксклюзивный балбес, шарик Я из-за тебя разорюсь скоро Вечно ты всем недоволен Я вот обижусь и уйду А у нас не заперто Иди куда хочешь Шарик, матроскин пошутил Мяу! Столько дел переделать за день Просто невозможно У нас с тобой, дядя Федор На двоих восемь лап Тут дел на пару часов Быстро управимся и ничего не сломаем А у нас с тобой Иди куда хочешь Мяу! Мяу! Ой, устал, как шарик Мы от графика всё равно отстаём На девяносто три процента Матроскин, может, вернёшь шарика? Да сам придёт Погуляет и вернётся Посылку примете? Шарик! Вернулся? Значит так, сперва идёшь в коробник Я у тебя, Матроскин, больше не работаю Скотч, вы заказывали Вот какой у меня сотрудник Всё по инструкции делает С этим полосатым будьте бдительны Он хитрюга ещё тот Не понял Шарик, ты почтальон? На-на-на, младший почтальон До меня ему ещё далеко Но сортировку посылок Уже можно доверить Отойди, дядь Фёдор На экскурсию приходи с Гаврюшей Покажу, как почта работает Шарик! Матроскин, может, попытаешься вернуть шарика? А зачем? Вон ему там как хорошо Ну, проблем, конечно, с шарика много Он находчивый Кто бы ещё додумался на роликах все дела переделать? А помнишь, как он колодец для молока выкопать хотел? А как все банки разом закрутить решил? А как конвейер чинил? Эх, я всё понял Загляну-ка я на почту, дядя Фёдор Колбаса докторская Коньки хоккейные Галоши резиновые, одна пара Наконец-то нюх пригодился Не работа, а мечта Мы хотим заказать доставку шарика домой О, эксплуататор полосатый явился Одна штука Шарик, хватит вредничать Это только Печкину положено А ты ещё не Печкин Чё это? Ваш блокастый друг теперь уважаемый гражданин Даю вам, Шарик, повышение Будете отныне ценные бандероли разносить Шарик, повышаю тебе зарплату На чуть-чуть Даю премию и пирог с капустой Два Шарик с капустой не ест Даю премию Три пирога с вареньем И выходной Два Две премии Пироги, выходной И бесплатную Подписку на автомобильный журнал Шарик автомобилем не интересуется Он природу любит Шарик, я куплю тебе новый гамак И этот, эм, спиннер Спиннинг А, и его тоже Два спиннинга Сокращённый рабочий день Массаж зубов и рыбалка И ежедневно Ой, мне предложить больше нечего Только извинения Прости меня, Шарик, за то, что я не ценил тебя Не понимал, как много ты делаешь Тоже мне предложение В документах никак это не закрепишь Прибыли никакой не занимаешь Берегите его, товарищ Печкин Шарик отличный сотрудник И друг Я друг Патроскин Я согласен Даже без спиннинга Хорошо, что Шарик вернулся С ним работа быстрее пошла Да, благодаря нашему Шарику Идём строго по графику Надо бы... Подросткин, вы тоже ролики запретил Я великопитающая? Да Крупная? Ну, в меру упитанная Хищная? С характером Я матроскин Верно Дядя Фёдор, ну ты голова Прямо всё знаешь Дайте я попробую Я... Мелкопитающаяся Нет, ты крупно-разрушительная Ой, секунду Всем привет! Привет, Оля! Дядя Фёдор, а что ты знаешь о хамелеонах? Ну, это рептилия Хладнокровная Хладнокровная Меняет цвет Отлично! Ты идеально подойдёшь А куда подойду? Это мой хамелеон Его зовут Кусь Сможешь присмотреть за ним? Всего пару дней Мы с родителями уезжаем А он плохо переносит дорогу Да, наверное Без проблем Супер! Может быть, у тебя какие-то вопросы есть? Да какие вопросы? Дядь Фёдор всё знает Круто! Спасибо тебе большое! Я за ним убирать не буду Вон как глаза выпучил Может, ему плохо? Да Добавим воздуха А он не сбежит? Нет, конечно Хамелеоны очень медленные Дядь Фёдор Ты же говорил, что они медленные Дядь Фёдор Ловите его! Пропал Дядь Фёдор А может нам думать, как хамелеон? И тогда мы его увидим Дядь Фёдор Матроскин, ты чего? Ты сначала как шарик думать научись Дядь Фёдор Как ловить этого пучеглазого будем? Хм... Есть у меня парочка идей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шарик, будь здоров! Это не я. Качун! Поймал! Ура! Так, дядь Федор у нас настоящий хамелеона лов. Ай! А, так вот почему его Кусь зовут. Ну что, какой план дальше? Шарик, ты дверь закрыл? Тс-с-с, тише. Ты думаешь, это хамелеон такси вызвал? Нет. Думаю, кто-то может зайти. Всем привет! Оля! Нет! Стой! Дядь Федор, что у вас тут произошло? Мы Куся ловим. Дядь Федор, еще идеи есть? Да, а у нас еще целых три стены осталось. Кусь сбежал? Да. То есть нет. То есть он дома. В общем, я его потерял. Но дядя Федор знает, как его найти. Он у нас вообще много чего знает. Нет, Шарик, мне было неловко вам признаться, но про хамелеонов я знаю не все. Эх, дядь Федор, ну не знаешь и ничего страшного. А вот дом без стены, это страшно. Федя, ты бы позвонил, я бы тебе все-все про Куся рассказала. От меня он тоже часто сбегает. Кусь-кусь! Кусь! Кусь! И это все? Так, просто. Ага. На него моркови не напасешься. Ай, никак не привыкну. А я, кажется, уже привык.